Сейчас они обновили эту модель и получилось вообще просто конский успех, я считаю. Просто шедевр. Привет, друзья! Мы на выставке Computex 2017. После презентации Asus у меня остались приятнейшие впечатления, особенно от модели, который называется Asus VivoBook S. Есть модель, которая называется Asus VivoBook. Эта модель уже существует несколько лет. Это модели в приятном либо металлическом, либо пластиковом корпусе с дизайном как у ZenBook. При этом они стоят намного доступнее. То есть фишки от топовых ноутбуков, но стоят доступнее. По толщине здесь 18 мм. Вес всего лишь 1,5 кг у 15-дюймовой модели. 15 дюймов по 100 грамм на дюйм ноутбука. Это шедеврально. Тем более по размерам ноутбук получается как обычная 14-дюймовая модель, но за счет тонких рамок он получил вставить сюда 15-дюймовый дисплей. Я думаю, вы меня поняли. Клавиатура, как всегда, у Asus замечательная. Тачпад хороший, хотя не такой замечательный, как у ZenBook 3 Deluxe. Он немножко сильнее пропадает вниз, туда прогибается, как и передняя часть самого ноутбука. Слегка, совсем немножко прогибается. По корпусу пройдемся. Корпус приятный. Одной рукой сейчас пробуем открывается. И ура! И наконец-то. Это классно. Дисплей здесь на 15 дюймов с матовым покрытием. Разрешение до 4К на 15 дюймах. Это еще более-менее понятно, зачем. Можно даже покупать модели спокойно и с Full HD разрешением. Страдать качеством вы не будете. Разъемов здесь получается много. ТВА полноразмерных USB, кардридер. На другой стороне получается у нас USB, Type-C, HDMI, наушники и зарядка. Но почему они зарядку не сделали через Type-C, я не понимаю. Особенно учитывая, что здесь ультрамобильные процессоры, не HQ-ю процессоры. Здесь стоит Core i5, либо Core i7. Все зависит от того, какая комплектация будет у вас. Такие процессоры можно без проблем запитать через Type-C. Здесь стоит дискретная графика 940MX от NVIDIA. Это мобильная графика, которая много не потребляет. И снова-таки можно было бы ноутбук запитать через Type-C. Верхняя крышка металлическая, днище пластиковое. Вот эта рабочая поверхность тоже пластиковая. Сейчас, пока я просто его кручу в руках, он включается-выключается, люди им пользуются, никакого нагрева нет. Тем более система охлаждения здесь неплохая по размерам получается. Отсюда идет выдув. Воздух забирается на днище, по идее, где-то в этой области, плюс через клавиатуру. Модель получилась впечатляющей, потому что она доступная. Это самая массовая модель ноутбуков, которая сегодня была показана. И при этом в ней есть те фишки, которые в самых топовых ноутбуках. Допустим, два года назад пришли фишки в какие-то ZenBook'и. Эти фишки есть в бюджетной модели. А эту модель можно по праву назвать бюджетной профессиональной моделью ноутбуков. Меня зовут Руди. Мы с вами увидимся на следующих наших видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Мне абсолютно все равно, что вы поставите. Самое главное, напишите в комменте, что вы думаете про этот ноутбук и про другие наши видео с Computex. До встречи и пока, друзья!